Почему я стал членом партии Национального движения? Почему я стал членом партии Национального движения? В прямом смысле этого слова все шло ко дну. Возьмем тех лиц, которые пришли во власть и те лица, которые уже назначили по назначению. То есть я имею ввиду сотрудников в префектуре Анугамгуэбы. Они не были теми лицами, которые должны были работать. И они не знали практически наш регион, наш район. И они не могли сделать ничего хорошее для нашего региона. Это меня очень сильно беспокоило. И беспокоило то, что люди, которые не имеют квалификации, никакой квалификации в тех работах, которые назначили. То есть назначила та партия, которую я выиграл в 2012 году. Это меня начало беспокоить. И я после этого всего понял, что я тоже должен был вступить в ряды партии какой-либо. И я выбрал, конечно же, ту партию, которую я считал правильным. И почему я считал эту партию правильным. Давайте начнем отсюда. Эта партия, значит, децентрализовалась после 2012 года. Вот мне что понравилось в первую очередь. Потому что в регионе должны управлять люди, которые живут и находятся в регионах. Исходя от этого, я выбрал эту партию. Я вступил в их ряды. И после чего там было насчет председательства. Все это происходило по выбору, а не по назначению, как это было раньше. Выбрали меня председателем партии, членом нашего регионального. То есть по региону, в которой были люди. Они выбрали меня председателем партии. Что быть во власти и быть рядом с властью. Это очень легко. Но дело, если касается нашей страны, знаете, нужно быть не рядом власти. Не ради того, чтобы иметь власть и властвовать над кеми-то или же этим пользоваться. Нет, мы, я почему стал и почему я пошел в ту партию, которую я нахожу сегодня. Потому что политики, то есть взгляды нашей партии, не ради личных интересов, а ради интересов нашей страны. Я понял это, я вижу это. Мы сегодня как раз таки делаем, чтобы все то, что касается нашей страны, оно процветало и будущее нашей страны было правильным. А не таким, например, как вы сказали, что некоторые люди бегут в ту сторону, где есть власть. Ну, к этому есть очень много примеров. Я в нашем разговоре приведу примеры, конечно же. То, что касается потом, меня выбрали председателем партии. И после этого у нас опять же все это по выбору было. Кого хочет видеть в регионе кандидатом на Гамгебеле. И по выбору выбрали меня. Меня не представили и не назначили, что я буду там кандидатом. Это решил наш региональный, то есть совет, политический совет есть у нас тоже в регионе. Так как во всех партиях есть это. И мы это, ну, так как я выиграл. И исходя от этого я стал кандидатом на Гамгебеле в регионе. Значит, все это происходило, ну, как вся Грузия знает об этом. Но не только вся Грузия, я могу сказать почти весь мир. Теперь все так, как происходило после, то есть отмены, до отмены регистрации. Многие не знали, как и что происходит. Были реакции очень настырно, в прямом смысле этого слова. Так как я знал об этом, но мы пока не провозглашали. Например, от правящей партии, от Картурио Сынба, председатель парламента, который подходил к нашему депутату и говорил, чтобы они убрали мою регистратуру. То есть взяли, чтобы, мол, я взял обратно свою регистратуру от кандидата. Почему? Ну, после всего этого, я чуть-чуть вперед пройдусь, все знают, что после того, как уже меня хотели снять, и все это уже провозглашилось, то есть госпожа Хатуна Когоришвили, кому подходил господину Супашвили, и просила о том, чтобы сняли мою кандидатуру. Она все это сказала по телевидению, и было ясно одно, что господин Супашвили сказал такое. Он не скрыл, что они разговаривали. Он сказал, что мы разговаривали о региональной безопасности. Исходя от этого слова, просто можно понять. Я хочу одну вещь, тут небольшой нюансчик учесть, о том, что региональная безопасность, что это означает? И почему господин Супашвили подходит к госпоже Хатуни Когоришвили и говорит об этом? Исходя от того, что мы в регионе живут нацменьшинства, это один вопрос. Если это так, то не считает ли господин Супашвили нас гражданами Грузии? Теми гражданами, которые мы с покинут веков всегда были за государственную целостность Грузии, всегда мы воевали за Грузию, в прямом смысле этого слова. То, что касается о словах у Супашвили о региональной безопасности, как раз таки вот мы можем сказать, говорить о том, что произошло в Гардабане. В Гардабане, правда, почти была зажигана межнациональная проблема, то есть противостояние. Но я думаю, что это сделала правейшая сторона, то есть которая сегодня во власти партия, как грузинская мечта. Они хотели этим показать, мол, что национальная проблема есть. Но я думаю, что они этим проиграли, потому что национальной проблемы в Грузии нету, то есть в нашем регионе, по крайней мере, я точно знаю, что нету, не будет. Исходя от того, что каждый азербайджанец, который живет в нашем регионе, в Квему-Картли, он себя чувствует гражданином Грузии и хочет быть полноценным гражданином Грузии. Не тем гражданином, на которого будут смотреть как на опасность, а наоборот, хотят стать гражданами, на которых будут возлагать будущее Грузии и будут опираться, исходя от того, что они будут защищать сегодня и завтра, и послезавтра наше государство. То, что касается сепаратизма, сепаратизм, в первую очередь, я бы сказал многим сегодняшней во власти, которые находятся, особенности тех людей, которые из нашего региона, я имею в виду, а я не хочу тут людей по национальностям рассматривать, но я прям так просто скажу, что они из нашего региона, и многие не знают, что такое слово сепаратизм, в первую очередь, потому что сепаратизм – это не то слово, которое касается человеку, который любит свой народ просто. Человек, который любит свой народ, он не может быть сепаратистом. Человек, который любит свой народ и любит в то же время свое государство. А наше государство – это Грузия. Несмотря на то, что мы нацменьшинство, мы любим друг друга, уважаем и другую нацию, но больше всех мы любим наше государство. И сепаратизм, я бы думал, нужно не искать в Камакатле, но лучше было бы искать в тех местах, например, где была допущена ошибка, я бы сказал, это о Халкалаке, где был выпущен на волю сепаратист, реальный сепаратист, которого мы можем назвать сепаратистом, но нет одного фактора в истории Грузии насчет Камакатле, где могли бы назвать хоть одного человека, которого мы могли бы назвать сепаратистом. То, что касается, почему не дали статус Морнюли самоуправления, городом самоуправления, я думаю, что, опять же, тут был фактор того, что страх перед вот этим же словом сепаратизм, вот тем же предлогом, я бы сказал, что это предлог сегодняшней власти, они, я думаю, что историю Грузии просто нехорошо знают. Я бы хотел сказать одну вещь, что в Морнюли, правда, что полагалось, чтобы он стал городом самоуправления, то есть назывался самоуправлением, ему дали бы статус, но, к сожалению, сегодняшняя власть, опять же, говорит, к сожалению, под предлогом сепаратизма, под предлогом недоверия к нашим гражданам, которые живут в нашем регионе, не дали этот статус. Я считаю, что это было неправильно со стороны сегодняшней власти. Значит, давайте перейдем к тому, да, что почему хотели вообще снять мою кандидатуру. Мы поняли. Недоверие, в первую очередь, было с центральной власти, потому что нацменьшинства не могут управлять в регионах, или же то, что мы сказали, что может возобновиться очаг сепаратизма, который не существует, не было и не будет. И они испугались. Плюс, к тому же, там еще был политический фактор, что я был из партии национальное движение, и они не хотели, чтобы партия национальное движение выиграла в каком-либо регионе. Это было слово господина премьер-министра. Но я бы хотел сказать вам одну вещь, то есть зрителям, чтобы они знали о том, что в Марнюле реально вы все видели, как хотели снять мою кандидатуру незаконно, исходя от того, что я гражданин Грузии, находился в течение двух лет в Грузии, то есть я прописан в Грузии, но я могу выезжать, это Конституция Грузии мне дает право, чтобы я выезжал за границу Грузии, и опять же приезжал в Грузию. Это был один факт, что они нашли эту дорогу более легкой, подумали, что могут снять так, но вы видели, как народ поддерживал меня, как марнюльцы, все прямо говорю, что это были марнюльцы, а не какая-то часть марнюлей, потому что в марнюле живут много наций, но мы все вместе собрались, и мы поддерживали марнюльца, который живет в марнюле, и который знает более правильный путь к проблемам, осуществлению этих проблем, то есть чтобы эти проблемы больше не существовали, и они все вместе меня поддерживали, вы это все видели по телевизору, все это показывали, что народ собрался и поддерживал меня, поддерживал они только меня, потому что они поддерживали себя, поддерживали свой голос, поддерживали свой выбор. Исходя от этого, народ видели после суда, когда суд принял решение в мою пользу. Исходя от этого, все, что произошло, народ, опять же, по телевизору все это показывали, все было видно, как народ ликовал от того, что они защитили свой выбор, то есть их выбор, как всем было известно, это был я. Исходя от этого, я бы сказал одну вещь, что сегодняшняя власть взяла, потом после суда они начали, избрали другую тактику, то есть там были уже вмешаны чиновники, государственные чиновники, учителя, ну я бы прямо могу назвать имена некоторых, которых я знаю. Например, один из них был Алим Амедов, который, вы знаете, он депутат парламента от грузинской мечты, который, то есть, многим, может, угрожал. Подразумевается под словом угрожать, это не в прямом смысле, то есть, угрожать, но это давление, я имею в виду, угрожение, это давление, которое он делал на народ, простой народ. Вы представьте себе, к вам приходит на улицу депутат парламента, у него есть уже ранг, да, и он подходит к вам и говорит, что вы должны проголосовать за того-то, того-то человека. Исходя от этого, человек, который живет в селе, который не до конца понимает политику, не до конца может рассуждать, что происходит в Грузии, исходя от этого, он думает, что так как ко мне подошел, к нам подошел депутат парламента, который говорит, что вы должны голосовать за этого человека, который сегодня во власти, он уже попадает под давление, и исходя от этого, уже он может поменять свой выбор. В Марнюле были чиновники, которые занимали должность, и сегодня тоже еще занимают те должности, которые они занимали до 2012 года, и даже можно сказать раньше, они тоже ходили по селам, ходили по улицам, и они подходили к людям, простым людям, и говорили, что вы должны выбрать того или иного кандидата. Это были чиновники, я бы сказал, например, один из них, Камандар, Камандар Исмайлов, он работает в ресурс-центре Марнюле. По слухам, вы знаете, под его управлением, можно сказать, все директора школы, в кадрах это хорошо было видно, в тех селах, где мы смогли снять видеоролики, где фальсифицируют выборы, там председатель партии, то есть председатель комиссии, директор школы. Представьте, какое давление было на них сделано, и это показывает, что многие чиновники, которые работают, я бы не сказал, что все конкретно, но многие, я знаю, что ходили к своим подчиненным, и им конкретные задания давали, что вы должны работать против Ахмеда. Они думали, что одно из решений, это чтобы чиновники работали против меня. Как я думаю, выиграл ли я или же проиграл, я бы сказал, что я выиграл, исходя от того, что воля нашего народа была в том, что я должен был стать. То есть они проголосовали в истории Грузии, я имею в виду после 1990 года, по сегодняшний день в нашем регионе, ни один человек не было такого, чтобы, находясь в оппозиции, получил столько процентов голосов. Это раз, сколько голосов я получил, то есть за меня проголосовали. Это был повод тому, чтобы я ликовал, и я радовался, что я выиграл. Но то, что фальсифицированы были эти выборы тотально в Мариюле, это было всем ясно, и все знают об этом. Поэтому сегодня в Мариюле никто не считает сегодняшнего Гамгебели избранным. Они все думают и знают, что он просто назначенный премьер-министром или же ихней командой. Насчет того, какие изменения ждут нас, то есть положительные или отрицательные, я бы сказал, что положительное, ничего мы не ждем, исходя от того, что он назначен и он очень обижен. Кстати, я могу вот это сказать, он обижен на наш регион, исходя от того, что почему они проголосовали за меня, а не за него. Я думаю, что отношения с народом у назначенного, сегодняшнего назначенного Гамгебели, я бы сказал, будут относительно очень, да, натяженные, исходя от того, что, опять же говорю, его недолюбливают, но это показал выбор народа, что раз так как не голосуют за него, значит не любят. Это один фактор. И еще у него, у самого есть эмоциональные положения, которые, я бы сказал, это зависть и чуть-чуть где-то ненависть к народу. Вот, исходя от этого, он практически из-за вот этой напряженки, он не может найти кадров, которые любят, например, в том или ином поселении или в селе. Это раз приведет к тупику, плюс к тому же недоверие нашего населения, марниюльского, то есть народа, который живет в Марниюле, они не доверяют уже сегодняшней невласти и сегодняшнему назначенному Гамгебели. Исходя от этого, как бы мы не хорошо смотрели на все то, что будет хорошо, но это будет очень трудно. Да, исходя от этого, я только что сказал, что вот в регионах не могут найти кадров, которые будут в хороших отношениях и с народом, и с главой нашего города, района. Исходя от этого, мы видим, что уже несколько недель у нас реальный хаос насчет кадровой политики. И кадровая политика, которая сегодня, то есть по ихнему, можно я бы сказал, что у них реально проблема с кадровой политикой, исходя от того, что они не могут найти тех людей, которые им нужны, им нужны с той стороны, что они думают, что если человек, который поддержал грузинскую мечту, то есть он хороший человек. Но я думаю, что это неправильно. В нашем регионе, вот исходя от того, почему я вообще пошел на это, было так же с 2012 года. Они выбирали тех людей, которые поддержали грузинскую мечту. Но кадры, я имею в виду тех людей, которые должны заниматься, скажем, сельским хозяйством или же назначаться в селах, да, они не имеют значения, какой политической партии принадлежат. Они должны выбирать среди них самых хороших, самых умных и реально тех людей, которые могут что-то сделать или умеют делать. Реально, вот исходя от этого, в Морнюле мы можем обратиться в Гамгеогу с просьбой, с письмом, любой гражданин может обратиться, и вы поймете, что там сегодня кадров нету, в регионе, где 130 тысяч населения. Не могут найти кадров, которые могут занимать те посты, которые должны занимать. Просто они хотят назначить туда тех, которые не должны, но они поддерживали грузинскую мечту, но могут они там сидеть. Это неправильно. Я бы хотел назвать некоторые моменты, которые до выборов произошли в Грузии, в целом Грузии. В некоторых, правда, в регионах Грузии мы видим, если я хочу перейти к началу нашего разговора, где господин Усупашвили говорил о региональной безопасности. Если эта региональная безопасность относится к нацменьшинствам, я бы хотел просто задать вопрос господину Усупашвили и тем людям, которые думают, как он. Почему в многих регионах Грузии могут назначить тех же этнических, людей из тех этнических меньшинств и местных, и они могут управлять тем регионом. Например, я не хочу в Грузии никакой-либо, чтобы было этнических проблем. Просто это простой вопрос. Исходя от того, это не только мой вопрос, это вопрос тех людей, которые живут в нашем регионе. Они мне не раз задавали, конечно же, этот вопрос. Я хочу через вас передать эти вопросы народа. То есть, как и почему. Например, я даже могу назвать регионную, скажем, возьмем Батуми. Сегодня в Батуми мир Батуми не этнический Грузин. Вот, исходя от всего этого, я бы вот просто могу начать с того, что почему... Сперва давайте я вот начну с того, чтобы наши телезрители, то есть те люди, которые будут смотреть эту передачу, чтобы поняли, что я не склонен к национальным принадлежностям, или же хочу это показать, или же это так и есть. Нет, но просто есть проблема с сегодняшней власти. Я хочу, чтобы народ знал, что есть проблема с сегодняшней власти, которая партия, грузинская мечта. В чем она состоится? И я хочу еще учесть то, что почему я выбрал национальное движение, партию? Потому что в партии национальное движение очень многие проблемы, которые касались меня лично и нацменьшенства, исходя от того, что я тоже из нацменьшенств Грузии, они изменили свою политику, то есть наша партия и наши лидеры поняли и знают сегодня, и дают больше предпочтения к гражданам Грузии, а не по нацменьшенствам и принадлежностям. И исходя от сегодняшней ошибки власти, грузинской мечты, я назову некоторые их ошибки, которые мы ждали, наш народ, почему этот вопрос проявился. Скажем, сделали ошибку предыдущей власти, но прежде, когда я хочу напомнить некоторые слова бывшего премьер-министра, господина Иванишвили, когда он пришел во власть, он сказал, когда он пришел в наш регион, в Марнюли, это был праздник Новый Русбайрам, он сказал, что среди вас, то есть должны быть во главе государства в должностях министры, там, замминистры, и в регионах, тем более, он лично сам сказал, что в регионе Гамгебели должен быть от местных, от нацменьшенств. И исходя от этого, просто вот, теперь мой вопрос такой, не то, что вопрос, это, я бы сказал, мое недовольство, не только мое недовольство, это недовольство нашего региона и нашего народа, исходя от того, что не дали им возможность выбрать, сделать свой выбор, а народ выбрал меня, и они назначили все-таки своего кандидата, я хочу им сказать одну вещь, почему в регионах Грузии могут назначаться, то есть, или же выбираться те же самые нацменьшенства, которые живут в тех регионах, а именно, когда касается дела Квемукартли, Марниули в особенности, народ не может сделать свой выбор. В чем это состоится? В Батуми выбрали, в Нинутсминда выбрали, в Ахалкалаки выбрали, я опять же говорю, это нормально, я к этому ничего, никакой претензии не имею, почему в Батуми выбрали какого-либо гражданина, или же из среди нас, я наоборот приветствую это. Просто меня волнует, почему это не могут сделать население Марниули. Да, к тому же, вот мы говорили о тех избранных кандидатах, я приветствую их, приветствую выбор народа тех регионов, где выбрали своего кандидата, кого они считали нужным. Но самое интересное дело не в том, что почему там выбрали, в том или ином регионе, выбрали из нас меньшинств. Почему господину Супашвили тревожим был региональной безопасности, когда дело касалось меня и нашего региона. Вот, и как раз таки вернемся к тем словам, которые говорил господин Иванишвили. Я сегодня считаю, не исходя от моих политических взглядов, я просто считаю господина Иванишвили человеком, который обманул наше население. В первую очередь он, во втором, потом его председательник, господин Гарибашвили, который, опять же говорю, у них одна политика, в грузинской мечте, в партии одна политика, скажем, взгляды одни. Почему они не дали у нас в регионе от нацменьшинств? Кандидат от нацменьшинств? Почему? Просто вот вопрос поставим вот так. Почему они это не сделали? На тот вопрос пусть люди сами размышляют и отвечают в своих головах. На что-то я уже это чисто политическое. К чему ведет грузинская мечта? Чего он хочет? А то, что касается кандидатов, если бы грузинская мечта выдвинула бы одного из марни улицев, конечно же, там, все знают, 90% живут нацменьшинства азербайджанцы, конкурентная способность была бы более интересна и было бы более правильно дать выбрать народу, кого они хотят. Знаете, дело в том, что кандидат от грузинской мечты сам, там еще такой нюанс есть небольшой, он не марни улиц, не проживал в марни улице никогда. Он живет в Тбилиси, родом из Хазбеги, и человек, которого практически не знает население марни ули, и они выдвигают этого кандидата. Ну, просто, знаете, это очень унизительно, унизительно с той стороны, что они хотят дать, например, кушать тому человеку, который держит пост. Это просто унизительно. Вот как раз так я, к тому, как мы идем, что человек, который приходит реально извне, он не может понять и почувствовать, чего я чувствую. Это, он не может чувствовать мою боль, мою радость, мою шутку, мои воспринимания к его шуткам. И я хотел бы сказать, что у нас в регионе, исходя от того, что живут нацменьшинства, у нас культура чуть-чуть другая. И человек, который управляет тем регионом, он должен понимать эту культуру, он должен понимать этих людей, он должен знать, чего они хотят. Когда человек приходит к тебе извне, ты, ну, это реально, что ты его близко не подпустишь. Ты с ним не будешь настолько откровенен, насколько будешь откровенен с тем человеком, который, ну, у нас вот есть в регионе такое название чайхана. Правда, оно звучит более так, но чайхана – это одно из культур чаяпития, культур азербайджанцев. И исходя от этого, все люди приходят и собираются в чайхану, там разговаривают о своих проблемах, решают эти проблемы в той же чайхане. Почему в той же чайхане? Потому что в чайхане, когда мы сидим с кем-либо, мы общаемся душевно, в прямом смысле этого слова. Они раскрываются там, они могут сказать о своих проблемах, в регионе проблемах, но человек, который пришел извне, к нему просто подойти близко. Во-первых, у некоторых есть проблемы с тем, что языковой барьер. Реальный языковой барьер. Сейчас, да, я считаю, что граждане Грузии должны знать грузинский язык. Но есть еще одно «но», которое называется коммунизм, которое было во время коммунизма. Люди не изучали грузинский язык, изучали русский язык. И эти люди сегодня пока живут. Живы они. Наши дедушки, наши отцы, которые уже не могут просто научиться грузинскому языку. Но, например, если я был бы Гамгебеля, они со мной общались бы на азербайджанском, несмотря на то, что я бы, дело производства все происходило бы на грузинском, но общение, язык общения, это нормально. Человеком можно говорить на его языке, и это, я думаю, даже уважительно. А извне пришел, который человек извне, не знает языка. В первую очередь, в любом переводе есть все-таки небольшие неполадки. Значит, я хотел бы сказать, поблагодарить вас в первую очередь за то, что вы меня пригласили, на вашу студию пригласили. И реально было очень приятно говорить о проблемах, которые были в прошлом. Но я бы сказал, нужно знать историю, чтобы строить будущее. И я, исходя от этого, исходя от своей маленькой истории, жизненной истории, хочу призвать всю Грузию к тому, чтобы мы знали нашу историю. Мы хорошо изучали наши регионы, независимо от того, где мы живем. Я могу жить в Тбилиси, но я должен обязательно, должен знать, что происходило в Кмэму-Картли, в Картли, в Зимус-Ванете, в Батуми, не имея знавачарий. То есть, насчет целостности Грузии, я имею в виду, о всех регионах. Мы должны знать все проблемы, мы должны изучать их и находить решения. Я хочу поблагодарить всех тех граждан, которые меня поддерживали на этих выборах, но я думаю, что мы на этом не остановимся. Исходя от того, что все мы прекрасно знаем, что мы боролись не за власть, мы боролись за целостность Грузии, потому что мы видим проблему в том, что сегодняшняя власть, их неополитика не за целостность Грузии, их неополитика не за будущее Грузии, их неополитика не за экономический рост Грузии. Сегодня в Грузии экономический рост остановлен, даже можно сказать, он идет с каждым годом назад. Сегодня нарушение границ Грузии, целостности Грузии с каждым днем возрастает, проблема возрастает. И я хотел бы обратиться ко всей Грузии, чтобы не смотрели мы друг на друга, как нацменьшинство или же по национальным принадлежностям. Я хочу призвать всех граждан Грузии к единому, к целому тому, что мы граждане Грузии. Мы граждане Грузии, мы будем бороться за Грузию. Не будем, лично я, еще это как бы реклама, заранее сделанная на 2016 год, сказал бы так, давайте бороться не за власть, а за единство. Сила в единстве. Сила в том, что если мы все будем едины, все, несмотря на национальные принадлежности, просто исходя от того, что была проблема, как бы, господина, я видел проблему в слове господина Усупашвили, который он говорил про региональные безопасности, давайте будем не решать региональные безопасности, а целую проблему и целую безопасность Грузии. Вот что мы должны решить, все вместе. Обязательно в будущем мы будем бороться и продолжать нашу общественную деятельность. Я лично как политик и буду бороться, опять же я говорю вам, я боролся не только за тот ранг, который был в этих выборах в Камгевеле, я буду бороться с любого уровня, где бы я находился, с любой должности, где бы я не находился. Это будет должность сегодня, например, моя должность председатель партии, я буду бороться оттуда. Завтра будет моя должность как просто гражданин, моя в первую очередь наша должность это гражданин Грузии. И мы должны бороться за Грузию, за целостность Грузии, опять же говорю, за экономику Грузии и за будущее Грузии. Редактор субтитров А.Семкин